Итак, мы только что вылили в раковину цемлянский чёрный от ОАО «Цемлянские вина» и достали вот этот шерас от Гайкадзора. 2018 год, 15.07.20, дата розлива. Открываем. Красота. Этот Гайкадзор должен излить бальзам на наши, как это сказать, раненые лимонной кислотой души. Ну да. По цене. Значит, на винодельне он стоит 370. Да. В алкотеке он стоит 380. В метро он стоит очень дорого, я не помню сколько. Больше 440 точно. Много. В метро он странно стоит. Но на мой взгляд, если негде больше купить, то стоит его купить в метро. Попробовать стоит, конечно, да. Даже в метро купить. Итак, это самая дешёвая линейка Гайкадзора. Самая дешёвая. И даже в ней мы наблюдаем... Офигенные экземпляры. И даже в ней мы наблюдаем пробку из цельного куска коры. Всё такая же пробка. У них абсолютно одинаковые пробки во всех винах. И в самых дорогих, и в самых дешёвых. Не падать. Что-то у нас написано. Виноградники Гайкадзора. Нарисованные виноградные поля. Виноградные это поля или что? Короче, виноградники. Огороды. Тут пятиконечная звезда. Тут пятиконечная звезда. Всё красиво, мило, шикарно. Что-то ещё стоит почитать. Вино столовое сухое. Как я уже говорил, ЗГУ у них нет. И получать они его, по их словам, не хотят. Потому что нафиг тратить деньги. Вина и так не хватает на всех желающих. Алкоголь. 14% от объёма. Изготовлена из винограда сорта Сира. И вот это очень интересно. Давайте пока нальём. То есть, производитель на контр-этикетке пишет, что это сделано из винограда сорта Сира. А на этикетке написано Ширас. Что этим хочет сказать производитель? Обычно этим хотят сказать, что это новосветский стиль. Типа Австралии, вот что-то оттуда. А когда Сира, это типа вот Франция. Тем более, если на контре написано Сира, а тут написано Ширас, ну, по-моему, они именно это нам и хотят сказать. То есть, это австралийский стиль должен быть. Ну, или там чилийский. Цвет тёмный, но прозрачный. Никакой фиолетовости тут нет, в принципе. Драматичный цвет. Нюхаем. И сразу слышна какая-то анималистика в сочетании с какими-то бобовыми темами, типа чечевицы, фасоли. И в сочетании с анималистикой это сразу пердяки. Да. Фасолево-гороховые пердяки. Какая-то ягодка лезет. Типа чего? Вот чего-то такого сладкого. И тут же её перешибает редиска. Опять пердяки пошли. Ягодка идёт в выпечку. Пирожок с чем-то сладким. Давайте поболтаем. О-о-о-о. Меня просто ударила редиска из бокала. Прямо в лицо. Редиска. Печёная фасоль с чечевицей. Какое-то вот такое рагу. Какие-то печёные овощи. И в то же время редиска свежая. Капустный тон. И вот это какая-то сладкая ягода. Шелковица чёрная. Пирожок с какой-то шелковицей ежевикой. То есть чёрные ягоды. Есть пирожок. Да, есть что-то, какая-то сдоба. Но в то же время яркие, мощные печёные овощи. Вот эта вот фасоль, чечевица и перец. Коричневенькая, такая вот бордовая. Коричневость аж в какую-то. Когда его взбалтываешь, то сразу вот этой вот редиской тыщет в лицо. И потом вот нюхаешь-нюхаешь, она успокаивается. И вылазит пирожочек. Маринады есть, да? Угу. Что я могу сказать, понюхав это вино? Какая нахрен Австралия? ЮАР, Чили и прочие дымные вот эти вот ширазы. Это капустно-пердиковая Франция. Это всё тот же Кот-Дюрон. Абсолютно. Вот и всё. Видимо, шираз для разнообразия назвали. Для красоты, да? Да. То есть я напомню, что у них есть вино, где написано на этикетке, написано Сира. То есть у нас вот был Мурведер Сира. А тут написано Шираз. То есть они что-то этим хотели сказать. Ну я не знаю, я тут слышу Францию. Вонючую капустно-редисочную Францию. Замечательно. Пробуем. Печёная фасоль. Вот она во вкусе. Очень проявляется хорошо. Или чечевица. Наверное, чечевица. Чечевица. Перечность. И сухость. Вот танины. Они высушили рот моментально. Всё свернули. Ох, хорошо. Не, ну это опять Франция. Это абсолютно не... То есть австралийский, чилийский, аргентинский Шираз, да? Это дым. Обычно это дым какой-то вот такой. Тут ничего такого. Тут, ну вот, печёная вот. Это максимум дыма, который тут есть. Шоколадка. Клубника в горьком шоколаде. Очень, очень в горьком шоколаде. Причём, опять-таки, вот знаешь, вот оно... Вот это вот Франция, я за это её и люблю, и не люблю. Она вот такая калечная. Это не клубника в горьком шоколаде. Это клубника из компота в горьком шоколаде. Вот эта вот вываренная такая вот ягода. Я не знаю, у кого как. У нас в студенческой столовой, когда мы были студентами в 90-х годах, делали пирожки. То есть они делали компот, а вот ягоды из компота они вылавливали, и из них делали начинку для пирожков. И вот это оно. Вот такая клубника. Ух! Офигенчик. Это круто. Это вот это вот чечевично-капустно-редисочно-клубнично-смородиного-перечная штука в тесте. Это вкусно. Это необычно. Наверное, это не всем понравится. Что я могу сказать? Оно вообще не изменилось. Ну, серьезно. Да. Сколько прошло времени? Где-то около часа. Может быть, чуть больше стало ягод. Может быть, чуть больше. И шоколада. Ну да. Шоколад и ягоды вылезли на передний план. А капуста с пердиками, редиской и прочей печеной фасолью немножко отодвинулись. Вкус все такой же. Оно вот какое-то и не сладкое, да? И не кислое. Кислотности довольно мало. Есть перечность. Есть какое-то даже, наверное, умами, да? Да. Это умами вино. Знаешь, даже во вкусе какой-то легкий дымок вылез. Во вкусе вот какая-то вот эта печеная чечевица, она стала с каким-то, с копчением каким-то. С какой-то копченой темой. Ну, очень легко. Если они из-за этого тут решили написать слово ширас, а не сера, ну, может быть. Может, для них это было типа, вау, у нас получилось это сделать. Копченая тема. Вау. Ну, она такая очень-очень на нюансах. Такая, ну да, ну да, что-то есть вот. Вкусно. Для российского вина необычно. Кто любит ширас, пробовать однозначно. Кто не знает, что это, стоит попробовать и понять, что такое настоящий ширас. ТОРОВ. Е� Vuist. КОНЕ – ГОНЕЧЕ& ТОРОВ. ТОРОВ. На данный раз на всего Dead Mahga. КОНЕЦ. ТОРОВ.